В моей жизни было много прекрасных музыкантов и педагогов, которые помогли мне сформироваться как личности музыканта-исполнителя. В первую очередь хотелось бы сказать о человеке, который в детстве вообще открыл мне мир музыки. Это был друг семьи, пианистка, преподаватель, которая вела теоретические предметы в музыкальной школе и училище, Жанна Владимировна Швецова. Вот именно благодаря ней я полюбила вообще музыку. Конечно, потом в училище были совершенно потрясающие преподаватели, особенно педагог по специальности Алла Семеновна Хлевная, которая закончила консерваторию и ассистентуру стажировку в Казани. И она как раз помогла понять не только, что такое народные инструменты, как они звучат, что такое домра, не только погрузила в специфику звукоизвлечения этого инструмента, но и расширила в большей степени мой кругозор как музыканта. И, конечно, с огромной любовью вспоминаю преподавателя, которая по музлитературе, которая мне сказала, ребята, запомните меня, вы будете вспоминать меня всю жизнь. Это Азизова Анжела Азизовна. И действительно это так, потому что то, как она рассказывала об истории создания произведений, о композиторах, об их жизни, об их творчестве, это действительно со мной всю мою жизнь. И я стараюсь вот так же с такой же любовью передавать эти знания своим студентам. Ну и, конечно, Петербургская государственная консерватория, которая считается по праву одной из важнейших в народно-инструментальном жанре. И, конечно, мой преподаватель, профессор Иван Иванович Шитинков, который стоял у истоков в основании отделения народных инструментов в 60-м году. И второй еще профессор, совершенно потрясающий, Александр Борисович Шалов, который открыл класс балалайки в консерваторию. Вот эти два музыканта, помимо того, что они показали мне, каким человечным может быть преподаватель, при этом, сохраняя достоинство и глубокую наполненность профессией, привили мне огромную любовь именно к традиции петербургской школы. И я им за это очень признательна и благодарна. Ну и, конечно, как говорят, не сотвори себе кумира, но в любом случае, особенно в юные годы, в молодости, с тобой всегда те невероятные музыканты, талантливейшие исполнители, которые для тебя становятся эталоном в звучании. И в молодые годы это, безусловно, был народный артист России, теперь уже это профессор Академии имени Гнесиных, композитор Александр Андреевич Цыганков и профессор, народный артист России, такой же профессор Российской Академии музыки, Вячеслав Павлович Круглов. Хотелось равняться на них, хотелось быть таким же разносторонним музыкантом. Но еще об одном человеке хотелось бы обязательно сказать. Это была пианистка-концертмейстер в классе Ивана Ивановича Шитинкова Нина Федоровна Бычкова, которая училась у выпускника Леонида Николаева. А это очень известный пианист и традиции фортепианной школы, пианистической школы, российской. В его лице, ну как бы это, конечно, просто талантливейший, гениальный просто педагог был. И вот она уже оказала на меня огромное влияние, когда я начала слышать не только отдельно взятый инструмент, но я стала проигрывать обязательно всю фактуру фортепианную. Я стала интересоваться и думать, как сделать переложение, расширить репертуар для домры. И, конечно, я очень благодарю всех композиторов, которые встретились на моем творческом пути, которые создавали для меня оригинальные сочинения для домры. И это, в первую очередь, конечно, Сергей Михайлович Слонимский, и Геннадий Белов, и Владимир Цитович, Евгений Стетюк, Евгений Жилинский. Благодаря им продвигается народный инструментальный жанр, и очень много появляется новых сочинений. А еще очень благодарю моих замечательных студентов, которые не дают стоять на месте и заставляют постоянно развиваться, самосовершенствоваться. Это очень важно для того, чтобы стать настоящим педагогом.